Друзья мои, в эфире программа «Ставропольский благовест». Что такое поступить по воле Божьей? Довериться ей? Конечно, для верующего человека это очень важно. Мне бы хотелось поступить по воле Божьей, но я не могу не осудить мою соседку, ища Диада. Я знаю, что это грех, но я ее осуждаю. Так хочу я поступить по воле Божьей или не хочу? Я понимаю, что лучше не обманывать самого себя. Но если я не обману, то сам проиграю. И так я знаю, как поступить по воле Божьей, но поступаю вопреки ей. Такие мы на словах, в делах, а уж в мыслях и говорить не стоит. Какие должны быть наши мысли? Верующие люди знают, что они должны быть чистыми. А что на самом деле творится в нашей голове? Оказывается, мы знаем волю Божью, но следуем ли мы ей? О, если бы мы начали поступать по воле Божьей в том, в чем мы не сомневаемся. Если бы мы начали поступать по воле Божьей там, где мы отчетливо видим ее, то мы бы постепенно начали бы видеть дальше. Зрение бы наше очищалось. И мы начали бы поступать по воле Божьей там, где сейчас находимся в растерянности. И не знаем, как быть. Неверные в малом будут неверные во многом. Сказал Христос в Священном Писании. Мы неверны. Мы постоянно неверны. И лжом мы лицемерим, и притворяемся. Мы точно знаем, как поступить по воле Божьей. И мы не следуем этому. Воля Божья заключается в согласованности разума и совести. Мой разум предполагает, как надо поступить. И совесть ему говорит, вторит. Да, это будет правильно. Совесть и разум. Вот точка пересечения двух главных линий правильного поступка. Есть мнение, что возникновение препятствий на пути свидетельствует о том, что это не воля Божья. Один из великих святых, святой в Арсенофе, великий, живший в шестом столетии, призывал познавать волю Божию из внешних обстоятельств. Когда я вижу, что так правильно и так необходимо не только для меня, но и для других, для окружающих. И если я вижу это ясно, то не стоит обращать внимание на препятствия, которые возникают на моем пути. Нужно делать, нужно действовать. Если только мы не упираемся в глухую стену. Вот, когда мы упираемся в стену, то приходится остановиться, не надо ее ломать. Ничего уже не сделаешь на стену, лезть бесполезно. Старайтесь понять, постичь, уразуметь волю Божию из внешних обстоятельств, в которых вы находитесь. Лучший образ доверия Богу показывает святой апостол Петр. Когда напуганный бурей и видя Спасителя, идущего по водам, он решается, по его слову, вступить на эту бурную воду. На волнующемся море и по нему пойти. Вот так и человек должен решаться, довериться Богу, поверить, что ты сделаешь шаг и не утонешь. Потому что Господь тебя поддержит. Есть такой образ мыслей, который, безусловно, помогает в вере в Бога, укрепляется и укрепить может. Нам на самом-то деле, кроме Бога, абсолютно некому доверять. Доверять людям, ну, они существа непостоянные, несовершенные, они все время подводят. Иногда по собственной воле, иногда против собственной воли. Доверять самим себе? Но лучше нас никто не знает, насколько сами мы неверны и непостоянны. Некому доверять, кроме одного – Богу. Господь нас любит, какими бы мы ни были. Он нас всегда хранит, спасает и защищает. Доверяться надо только Ему. И чем больше человек об этом размышляет, тем больше у него доверия к Богу. Хотя, безусловно, в начале доверия к Богу требует от человека некоего подвига, некой решимости. А вот впоследствии, когда оно превращается в навык, то становится некой, как говорил святой преподобный старец Паисий Афонский, ниточкой, которая постоянно протянута между нами и Богом. Некой непрестанной молитвой, богообращенной к нему, к Богу и к человеку. Потому что можно и не произносить никаких слов, но в этом чувстве доверия надо жить. Это то, что нас с Богом соединяет и укрепляет. Как получается так, что совершенно чужие люди становятся друг к другу ближе, чем некоторые родственники? Вроде бы и интересы разные, и возраст. Таких примеров гораздо больше, чем можно подумать. Стоит только зайти в храм. Здесь вы увидите людей, объединенных главной действующей силой, которая соединяет всех и вся воедино. Это сила – любовь. Церковь – это же живой богочеловеческий организм. Живой богочеловеческий организм. И этот организм состоит из присутствующего всегда актуального Бога Христа, который есть глава нашей Церкви. И нас, понимаете, членов Церкви, и пастырей, народа Божьего, маленьких деточек и взрослых людей, и мужчин, и женщин. Без ограничений каких бы то ни было. Церковь, она вселенская, она объемлет всех и вся. Вот ради этого пришел Христос. Наша съемочная группа отправилась в храм преображения Господня города Ставрополя, чтобы познакомиться с церковной семьей, посмотреть, какие традиции здесь есть, пообщаться с членами общины. Храм был наполнен прихожанами, которые с благоговением причащали святых христовых тайн и за вниманием слушали любимого настоятеля. А ведь каждый из этих людей прошел свой путь к Богу. Как приходят люди к Богу, не знаю. Не знаю. Потому что у каждого свой путь. Каждый по-своему приходит к Богу. Каждый по-своему открывает для себя Бога. Но я знаю точно, что каждого без исключения Господь зовет. И поскольку нас Господь сотворил свободными, то есть свободно определяющимися, свободно определяющими свое отношение, в том числе и к Богу. У каждого из нас приход к Богу, он может растянуться на долгие-долгие годы, десятилетия. А у кого-то так яркая вспышка, понимаешь, и ты вдруг узнаешь для себя Бога, и уже все, ничто не может его запомнить, потому что он свет, потому что он святый. Потому что он сладость бытия. Да, он источник бытия. Каждый по-разному приходит. А я инструмент, который каждый использует для того, чтобы в максимальной степени открыть для себя Бога. Инструмент не более того. После литургии прихожане никуда не спешили расходиться. Люди общались друг с другом, делились радостями и печалями. Видно было, что они друг другу родные. Есть здесь замечательная традиция после общей молитвы устраивать трапезу в церковном дворе. Существует она уже не первый год и началась с того, что группа инициативных прихожан пришла к настоятелю за благословением. Это произошло не то, чтобы спонтанно или случайно, или еще какого-то стечения каких-то. Нет. Это проистекает из природы церковной жизни. А суть этой природы в чем? Забота и попечение друг о друге. Желание быть полезным друг к другу. Желание поддержать друг друга. А в обыденной жизни через что чаще всего и больше всего эти благодатные желания осуществляются? Через трапезу. Конечно, когда нам радостно, мы что делаем? Мы организуем трапезу. Мы собираем ближних и дальних. Мы приглашаем, прийди ко мне, раздели со мной радость моего события. Вот трапеза, понимаете, да? И что говорить-то об обыденной жизни? Самое высокое таинство, таинство церкви, таинство Евхаристии, это же трапеза Господня. Трапеза, которую Господь для нас организовал. Он организовал. И более того, себя нам предложил вснеть. Придите, насладитесь, вкушая причистое тело и пья причистую кровь мою. Вот так вот Господь нас учит этому. А мы же ученики Христовы. Но и мы тоже в меру своих сил, в меру своих возможностей организуем эти трапезы. Поэтому продолжение евхаристической трапезы, естественно, всегда будет продолжение и вот такой вот нашей обычной физической трапезы. К каждому воскресному дню прихожане храма тщательно готовятся. Заранее продумывают угощения для всех, кто соберется в храме во имя Господне. Екатерина Михайловна первая, кто организовал выпечку. Раньше она одна пекла к общей трапезе пирожки, булочки и рулеты с различной начинкой. Я с удовольствием занимаюсь этим делом. Пеку с души, с орехами рулеты, с повидлом. Пирожки. Все любят пирожочки. Я пирожочки пеку с повидлом. Вот булочки еще с чесночком. Ну, с таким удовольствием, короче говоря. Все время занимает, но я не расстраиваюсь. И вечером, и утром, и днем. И повидло заранее готовлю. Все-все-все. Прихожане с благодарностью отзываются о тех, кто готовит и помогает организовать трапезу. Каждый в этом видит заботу о ближнем и искреннее желание поделиться радостью. Три года назад, когда я пришел в этот храм, то, что я увидел, что здесь есть чаепитие, это настолько меня, так сказать, порадовало. По-христиански, так сказать, я был немножко удивлен даже, что есть все-таки не только в храме общение, но есть еще общение и за чаем, о каких-то своих проблемах, о каких-то своих радостях, можно сказать, семья, семейное чаепитие. То есть это меня немножко удивило, потому что в других храмах такого не было, и мы с супругой, так сказать, в этом постоянно участвуем, не пропускаем, как и службы. И хочется быть здесь как много чаще, как много больше и радоваться, и слава Богу, хвалить Господа за то, что вот и нашего пастыря, который нам это все помогает осуществить. Ну и, конечно, женщин, которые все занимаются в ущерб своим, так сказать, времени своему, и дает нам радость вот этого общения. С утра в этот день прошел дождь, и было довольно холодно, но это никого не напугало. Все равно каждый принес свое угощение. От общения в кругу единомышленников до чашки горячего чая с куском вкусного пирога стало тепло и радостно. На сегодня все. Храни вас Господь. Господи, Господи, отзвать Тебе услышимя, Вон ми гласу моє, не я моє, Бог. Внекда, отзвати ми ек Тебе, Услышимя, Господи.